С недобросовестным подрядчиком, наконец, будет расторгнут контракт. Речь идет о договоре между Комитетом к обстроительству области и Саратов-Гезстроем, компанией, которая занимается работами по берегу укреплению новой набережной. Напомню, еще в прошлом году стало понятно, что подрядчик явно схалтурил, едва построенные участки начали разрушаться прямо на глазах. Депутаты и чиновники собрали совещание, чтобы, наконец, решить, как избавиться от надоевшего и недобросовестного подрядчика. Итог встречи подвела Елена Губенкова. История о подрядчике новой набережной уже всем набила оскомину. Но при этом Саратов-Гезстрой до сих пор официально проводит работы по берегу укреплению. Правда, лишь формально. На деле, говорят чиновники, все стоит на месте. К строительству еще одного участка даже не приступали. Хотя аванс за работы почти 120 миллионов рублей компании перечислили. Что уж говорить о ремонте разрушающейся части набережной. Мы выйдем три недели назад с дирекции, с Гезстроем, указали на это все хозяйство. Их вот такая нерадивая реакция, она и относится к нему, что этот подрядчик, на самом деле, вот как Леонид Александрович скажет, завтра они сбегут, их никого не будет. Они просто, по большому счету, подрядчик должен был бегом сделать тепляк, утеплить и все сделать так, как должно быть. Они этого не делают. Сейчас выплату подрядчику прекратили, но с авансом, предсказывают чиновники, скорее всего, придется попрощаться. Нарушение Саратов-Гезстроя сегодня расследуют правоохранительные органы. Сейчас вопрос стоит о расторжении контракта и поиске нового подрядчика. При этом строительство набережной будет отложено на неопределенный срок. Надо реально говорить о том, что, скорее всего, Гезстрой вряд ли выйдет на мировой соглашение с кредиторами. И мало того, что зависают деньги, зависает самый страшный вопрос вводной эксплуатации саратовочек. То есть, они же не просто так откажутся от проведения экспертизы. Но экспертиза о качестве уже выполненных работ должна быть и будет, заявляют депутаты. Три народных избранника вызвались лично оплатить ее проведение. Когда докажут, что работы выполнялись нарушениями, а в том, что это произойдет, никто не сомневается, Саратов-Гезстрою придется возмещать все издержки. Те деньги, которые сейчас остались на продолжение работ, Гезстрой переводиться не будут, потому что Гезстрой эти работы не выполнил. Будет расторгнут с ними действующий контракт. И самое главное, что за те работы, которые выполнены, должна быть гарантия. То есть, Гезстрой должен эти работы исправить. Если он это не исправит, если там есть, покажет строительная экспертиза, что есть нарушения, то мы надеемся, что правоохранители дадут оценку. Пока вопрос о расторжении договора и новом подрядчике окончательно не решен, чиновники планируют полностью перекрыть разрушающийся участок набережной. До тех пор, пока не проведена экспертиза, есть сомнения в том, что он безопасен для пешеходов. Чтобы избежать несчастных случаев, чиновники предлагают перекрыть все подходы. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ. Саратов.